Существует ли все еще на земле уголок, где затаилось время? Да, господа, у нас в северо-западе Грузии на границе с небом находится страна тысяч башен Сванетия, где расположены самые высокие вершины Большого Кавказа, захватывающие дух горные пейзажи, леса и бурные реки. Видеть эту красоту – большое счастье. Чтобы приблизиться к нему, давайте вместе отправиться туда. Природа неспеша открывала нам свою затаянную красоту. Видели, как рождаются реки из небольшого ручейка. Вот и мы, вся наша команда, делаем маленькую передышку. А это Алекс и Макс, наши шалуны. Продолжаем двигаться дальше. И скоро приближаемся к административному центру Верховной Сванетии, к местии. Это небольшой поселок городского типа. Она была затерянным миром. Сюда мало кто мог добраться, разве что самые отчаянные путешественники. Не было дорог, инфраструктуры, но сегодня все налажено. Сванская шапка Зимой в нем тепло, а летом прохладно. Сырая для повседневного ношения. Белая – парадная выходная, а черная – когда в семье случалось горе. Пришло время и подкрепиться после изнурительной дороги. Тут много ресторанов, но будьте готовы к одному местному нюансу. Не везде вы встретите пламенный прием. Это от типа характера с вами. Они неторопливы, сдержаны и вежливы к меру. Все это отпечаток многих факторов. Очень суровый климат, постоянные угрозы войны, да и сегодняшний необычный наплыв туристов тоже сказывается во многом и в этом уголке мира. Посмотрим, что мы взяли. Это острый. Тут баглажаны с орехами. А это традиционная выпечка этого региона – кубдарь. Время взяло свое. Ночь подкралась очень быстро, но вместе прекрасно и ночью. Увы, символ стойкости сванов, гордо стоящие веками башни, как вы великолепны. Я приду к вам до завтра. Утро, не спеша, открывало глаза. И гордые сванские великаны в башне постепенно проснулись. С большим трепетом и волнением мы отправились к ним, предвкушая прикосновения с историей, с мистикой. Сманские башни возникли в раннем средневековье. Исторически такая башня служила убежищем в случае войны. Другая функция – оповестительная. Их использовали в качестве сторожевых постов. При приближении опасности на главной башне зажигали огонь. И этот процесс повторялся на остальных постах. И за несколько минут все Шелли было готово к военному действию. Туристов, как я и говорил, полно. Их встретишь на каждом шагу. До новых встреч, великаны! Меня зовут Надя Маргьяни. Делаю традиционную сванскую соль по рецепту моей бабушки. Надя Маргьяни рассказала нам об ингредиентах и о процессе приготовления сванской соли. Конкретно обо всем этом вы можете посмотреть на канале «На кухне умер». До свидания! И вам всех благ! Вместе много гостевых домов, маленьких и больших гостиниц. Сваны – народ ярких личностей, известных легендарных воинов прошлого и альпинистов, так как альпинизм у них в характере. Вместе есть дом-музей Михаила Хергиани, международного мастера спорта, которого называли «Тигром скал». Михаил родился в другом доме, в нижней части Местии. Когда ему было 10 лет, его семья переехала сюда. Здесь, в нижнем этаже дома, который называется «Мачубль» по-свански, жили зимой. Там животные. Над ними ложились люди и обогревались их теплом. Это шуацетсхлы, главный огонь очага. На нем готовили еду, а здесь бегли хлеб. В сванете занимались и пчеловодством. Здесь вешали свечу, приготовленную из пчелиного воска. Для дров использовали ель. Нейтрализовывал запах животных. Калибель. А это стул главы семи. «Махуши» по-свански. Женщины и дети садились здесь, ближе к ним. Что касается детства Михаила, оно было очень тяжелое. Мац умерла рано от болезни. Здесь, в середине, он с родственниками. А здесь его дедушка, Антон Хергеань. Тут его отец, мастер спорта, Виссарион Хергеань. Здесь Михаил со своими сестрами. Его брат, после смерти матери, отец привел в дом, в дом, которое воспитало Михаила. Это супруга. К сожалению, у них детей не было. Глава 3, Вместе есть и свой крошечный аэропорт. За 50 минут вы можете прилететь из села на Тахтаре, который находится в 23 километрах от Белеси. В историко-этнографическом музее Мести вы увидите старое летоисчисление, нумизматический кабинет, экспозиция печатных книг, изделия из меди, серебра, дремной свонети и многое другое. Оставляем время на Местию и поднимаемся выше. В 6 километрах от Мести, на высоте 1900 метров над уровнем моря, находится горно-лыжный комплекс Хацвали. Конечно же, лыжным спортом мы не могли заниматься в летнее время, но можно было представить, как здорово было бы здесь Симор. Как минимум, мы смогли получить огромное удовольствие. Спускаемся по канадной дороге к Местию. Отсюда, как на ладони, все видно. Вот весь пейзаж. Вся Местия на ладони. И, конечно, ее башня. Местия на ладони. Как ни странно, в планете растут и березы. Сейчас мы пойдем немножко перекусим. Можешь, дядь, повелителя. Да. Я вам даю право. Представляю вам дон Мамуку Мурада Лабаце. Возвращаясь вместе, мы не могли не посетить одно очень интересное село Хешкель. Оно привлекает внимание и благодаря маленьким семейным гостиницам из деревянных избушек, которые создают своего рода мир хоббита. Из этих хижин открывается незабываемый вид бархатных гор. После дождя поразит удивительная радуга. А в целом мир тишины и покоя. Тут есть все для развлечения, садики с игрушками. Хозяева этих гостиниц – музыкально одаренные люди. По вечерам они устраивают теплые встречи у костра, исполняя кузинские песни и танцы. Есть и бар. Терраса с панорамным видом. И, конечно же, грузинская кухня. Лена Чапаридзе – хозяйка хишкирских хижин. Вот это петли. На русском называется просу. Древнейшая зерновая культура, которую сохранила Сванецева. Сначала его надо молоть, потом употреблять в этой моей версии хачапури. Добавляю со свежим сыром, который хорошо плавится. Ну и соль чуточку больше обычного. А остальное приготовление этой выпечки точно такое же, как и у обычного хачапури. И под самый конец сверху на хачапури посыпаем просу, смешанный с сыром. Госпожа Лена попрошала со мной народно-яджарской песни, узнала о том, что я родом оттуда. Да, было время выращивания зерна в Сванецев. Их сегодня есть, но очень много. Бучего зерна не бывает, но сегодня нам неохота работать. Нам, молодым. Нет, наоборот. Только вот молодые привыкли к легкой жизни. Мы попрощались и поехали обратно в месте, где устроили вот такую веселую прощальную ночь. Музыка 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 Прощаясь мысли на смесье, я вспоминал слова писательницы Кейта Дугласа Уигена. Есть в этом что-то волшебное. Уезжаешь одним человеком, а возвращаешься совершенно другим. Музыка До свидания, страна тысячи башен. Оставайся таким красивым, волшебным и манящим на века. Музыка 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 Музыка